Значит, есть определенного рода проблема, связанная с невиданной активностью Государственной Думы, которую называют Государственная Дура, направленной против свободы слова и против того, что называется креативным классом. Мне вопрос такой постоянно задают, а откуда это? Я на самом деле решил тоже задумываться, откуда такой гневный напор законодателей и определенного социального круга против так называемых кряков. Откуда все вот это? На эту точку зрения есть несколько. Вот, например, Александр Глебович Невзоров говорит следующее. Он считает, что в 2011 году, в конце, когда проходили выборы, люди из Государственной Думы собирались уже разместиться с удобством в своем мягком кресле, воспользоваться возможными привилегиями, и тут их вопрос был подставлен под сомнение, насколько они это место могут занять. Но после того, как события на Болотной площади отшумели и закончились, то после этого люди решили мстить. И вот настоящий момент депутатов Государственной Думы мстят в России. Это милое такое объяснение, но, по-моему, все-таки не имеют никакого под собой более-менее известного основания. Вторая точка зрения состоит, что люди почему-то думают, что именно так называемые кряклы, интернет и все прочее являются настоящей опасностью для господствующего режима и для господствующего строя. Это тоже не так. Мы напомним, кто убивал Индиру Ганги. Ее убивала Сихи, ее ближайшая охрана. Всегда перевороты в более-менее тоталитарном демократическом государстве совершаются ближайшими окружениями. Россию развалили не хиппи и не любители джинсов, которых так сильно гоняли. Его развалили те же самые представители номенклатуры, а именно национальные партийные элиты, ставшие после этого главами независимых государств, с одной стороны. И с другой стороны комсомольские начальники, то есть молодежь, над которыми свисели старики, а она хотела отдыхать в Ницце, владеть собственными яхтами и всем прочим. Именно она и развалила, то есть именно вот та самая номенклатура, а не какие-то любители джинсов, любители почитать форсовщики, почитать Гроссмана или Бродского или кого-либо еще. Поэтому под этим... Да, не диссиденты. Ни в коем случае. Я хочу сказать следующее, что на сегодняшний день вот та удивительная запретительная активность, которая существует, она направлена совсем не по адресу, по большому счету. Ее цель не как бы не сохранение России, цель какая-то другая. Сохранение России это в смысле современного режима, то есть реально не кряклы являются настоящими врагами общества. Общество, то есть действующие государства. Сохранение России как... В нынешней форме, да. Сохранение России в нынешней форме. Кто заинтересован? Нет. Вот есть, я повторяю, удивительная активность части законодателей и части общества, направленная против так называемых кряклов. Надо понять, почему она есть. Бандерлогов так называемый? Ну, не знаю, кого бандерлогов или бандерлогов. Значит, давайте, вот после того, как мы обозначили вот эту проблему, надо постараться все этот вопрос понять и дать ответ. Ответ, как обычно, у меня бывает. Ответ, конечно, космический. Мистический. Я полагаю, что это является проявлением некой гражданской войны, то есть некого противопоставления, которое сейчас идет по всему миру. У нас оно еще не сильно проявляется. Она состоит в борьбе так называемых представителей постиндустриальной экономики с экономикой креативной. Иногда полагают, что это одно и то же. Вот, например, известная теория фаз, что есть традиционная фаза, основанная на сельском хозяйстве, на земельном праве, на натуральном хозяйстве, в первую очередь, сопровождающийся чего-то там производством. Существует индустриальная фаза, когда у тебя все, что ты производишь, является товаром. Этот товар производится на каких-то больших фабриках, принадлежащих кому-то капиталисту или государству, или третьему, или четвертому человеку. Вот. Такая вот вещь. И считается, что после этой фазы должна последовать постиндустриальная некая фаза, где общество будет каким-то совсем другим. Считается, что она и креативная фаза – это одно и то же. Креативная фаза – это когда люди полагали, что большая часть будет заниматься изобретением новых вещей населения, будет заниматься творчеством, чем-либо еще, художественным творчеством, каким-то еще, наукой. Вот. Это была вот такая гипотеза о будущем. Большая часть населения будет? Да, большая часть населения. Ну, подобно тому, как мы знаем, что в начале 20 века в США 75% населения было в той или иной степени задействовано в сельском хозяйстве. Если еще более ранние годы, то у нас было там задействовано, ну, почти 95 или 100%. После этого у нас наступило время рабочих. Но на сегодняшний день оказалось, что рабочих очень мало. Высокая автоматизация производства, и производство перестало обладать какой-то ценностью. Ну, какая она ценностью? Ну, современный автосборочный завод на 100 тысяч автомобиль в год – это примерно 1000 человек персонала. Из них рабочих, ну, наверное, 200-300 человек. Вот, представляете, да, какая там производительность труда? Какой-нибудь громадный деревообрабатывающий комбинат нынешний – это где-то 15-20 человек в смену рабочих. Это вот такой уровень автоматизации. И мы видим, что для обслуживания промышленности и всего прочего, возможно, как бы два различных… Их народу много не надо. Поэтому, если полагают, что индустрия, то есть новая индустриализация России, она окажет положительное влияние на структуру, на нашу занятость населения, это не так. Потому что мы можем развивать промышленность достаточно сильно, но для этого нужно несколько сот тысяч человек всего для высокоразвитой промышленности. Ну вот, например, про то же самое сельское хозяйство, которое чуть больше века назад США составляло 75% населения. Сейчас это порядка 2-3 десятых процентов населения. Не 2-3. 2-3 десятых. Не 2-3. 2-3 этих процента, когда говорят, это берут вместе с перерабатывающейся хозяйственной промышленностью. 2-3 десятых. Вот такова ситуация. И население должно быть занято. На этот вопрос занято население существует два фундаментально различных ответа. Почему я экономику креативную противопоставляю экономике постиндустриальной. Первая ситуация, постиндустриальная. Население должно быть занято. Значит, мы эту занятость ему должны обеспечить. Как это можно сделать? Это можно сделать, что мы увеличиваем административную нагрузку на экономику. У тебя есть бухгалтера, которые сдают отчетность. У тебя есть налоговые инспекторы, которые эту отчетность принимают. У тебя есть аппарат, который регулирует эту самую налоговую инспекцию. Есть аппарат, который регулирует вот этих самых людей. У тебя есть специальный орган, который придумывает постоянно новые виды отчетности. И всякое-всякое-всякое прочее. Что здесь происходит? Здесь происходит типичная цеховая структура. Когда цех, связанный с управлением, например, с правом, так называемые юристы. Он занимается самообеспечением. То есть он отбирает от себя все большую и большую часть экономики, средства от общенационального пирога. Ну, по поводу и без повода должен оформлять большое количество бумажных документов, подписывать большое количество бумажек. У тебя должны быть консультанты. Если что-то у тебя не так происходит, то ты обращаешься к одному юристу. Он обращается к другому юристу, то есть к судье, допустим. Там у них есть еще и, быть может, где-то рядом и другой юрист, прокурор и так далее, и так далее. Еще и с Ауди. Да, есть Ауди. Американская экономика, по-двоему, является к антиистской? Нет, она является типичной постиндустриальной экономикой. Вот в моем негативном смысле, который я беру. Это с одной стороны. С другой стороны, значительная часть населения, которая не включена в эту паразитическую схему, юристов, экономистов и прочих менеджеров, она занимается и тем, что я называю неособирательством. То есть она даже не занимается ни сельским хозяйством, не занимается ни индустриальным производством, она отброшена еще в более архаическую фазу, где она просто так сидит, и из того, что она выполняет определенного рода ритуальные действия, государство, путем системы социального обеспечения, подкидывает им некоторую долю государственного пирога. Возникает определенное у этого народа население, как когда-то был культ бога Перуна, у них возникает культ государства. Я вот так поводаю. Она от него потому что зависит, потому что она отлично понимает, что ничто она такого не делает. А хочу обратить внимание, что и юристов, экономистов и прочих менеджеров, которые увеличивают административную и правовую нагрузку на государство, у них тоже существует определенный культ государства. Почему? Потому что только государство способно принудить производящий сектор экономики, то есть всех этих убогих врачей, учителей, рабочих и кряков, и инженеров, заставляют работать на них. Понимаете, да? Хочу обратить внимание, что эта подобная деятельность, она воспитывает громадное количество информационного сопротивления в обществе и всякого прочего. Потому что мы понимаем, я постоянно пример привожу, что стоимость перевода лондонского метрополитена на схему частного государственного партнерства, юридического сопровождения, стоило столько, сколько стоит обновление всего состава лондонской подземки умноженное на два. То есть это измерялось в миллиарда фундах стерлингов. И везде вот эта ситуация есть. И они являются на сегодняшний день превалирующим классом. Поэтому формируется определенного рода постиндустриальное общество, когда у тебя подавляющее меньшинство занимается хоть чем-то полезным, например, хотя бы пишут стихи. А другие люди занимаются громадным долей государственного пирога, изобретая схемы запрета и определение этих запретов. Креативная же экономика, она прямо наоборот. Мы понимаем, что она занимается тем, что постоянно отрицает то самое право наше замечательное. Ведь что такое право, на чем паразитируют юристы? Это система, которая сформировалась отчасти в Римской империи, в Священной Римской империи, отчасти в Лондоне, и основана на системе земельного права. Она очень плохо работала во времена земельного права, отвратительно работала во времена индустриального государства, а сейчас работает еще хуже, потому что государство уже креативное счету. Но цель юристов как таковых, как класса всего этого постиндустриального и элитного класса, изобретателей запретов, она состоит, чтобы эти запреты постоянно множить и увеличивать, чтобы увеличивать определенного рода запретную, то есть правовую нагрузку на экономику, с чего они кормятся. А креативная она ситуация, она пытается обижать и всевозможного рода запретов. Поэтому инструменты креативной экономики – это торренты у нас в современной Риме, и новая технология – это торренты по смыслу денег, то есть биткоин. Что биткоин, чем он нам очень интересен и чем он хорош? А тем, что он позволяет совершать очень быстро, очень просто транзакции, и самое главное, у тебя нет некого центра, который кто-либо может контролировать. У тебя все эти транзакции совершаются сетью целиком. Ты можешь включить один компьютер, десять, половину компьютера, две трети копировки, девять десятых компьютеров, и у тебя эта система будет работать эффективно. Но центра эмиссии нет. Центра эмиссии нет, но суть производства биткоина заключает в том, у кого мощнее компьютер, тот и получит большее количество этих биткоинов. Пока, пока, пока. А потом эта эмиссия там закончится? Соответственно, надо сказать, кто обладает у нас наибольшей мощностью? Правительство. Нет, нет зависимости. По поводу того, кто и как управляет биткоином, это еще большой вопрос, пока они не зависят. Ну, это неважно. Самое главное, они создают некоторую структуру, которая может бежать от любого количества запретов административной регулировки, и в которой отсутствует в идеале некий центральный эмиссионный центр, то есть то, что можно контролировать. И путем запретов, заставления привести сервер именно в ту страну, которая полагает, что она этого наиболее достойна, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это самая вещь. Поэтому суть современного противостояния, который идет сейчас по всему миру, это борьба между постиндустриальной экономикой, которая является гибридом диктатуры юристов, экономистов и прочих паразитарных структур, увеличивающий информационное, в первую очередь, сопротивление экономики, и против экономики креативной. У нас, оказывается, оно ведется по разным проблемам. Ну, в первую очередь, талантливый молодой человек, он может выбрать, ну, в России это точно, специальность юриста. Почему? Потому что он гораздо будет лучше устроен в жизни. Он будет больше зарабатывать, у него будет больше привилегий, у него будет больше прав гораздо. И самое главное, это гораздо проще. Юристам стать гораздо проще, чем, скажем, хорошим инженером. Игорь, извините, а можно, я понял, вы так перешли к следующей части, логической, да? Про прошлую часть вопроса. Ну, можно, да. А почему, значит, так утверждаете, что надо обеспечить общую занятость? Ну, как бы в такой фразе звучало, что люди должны быть заняты. Да, вот просто индустриальное общество, оно так и… Нет, это такой вопрос, да? Да. А потом, значит, вы сказали, вот, значит, на производство, у нас есть производство, и производство упомянули, это торренты и системы виртуальных денег, битвен. Нет, это не производство. Это просто, я вот так говорю, это не определенного рода символ современной креативной экономики. Символ. Это не производство. Производство – это производство автомобиля, чего-либо еще. Производственная ситуация, она невелика, понимаете, но мы сделаем, спрограммируем, допустим, здесь новый процесс. Я объясню. Вот эти два вопроса, да, и третий вопрос, все-таки, наверное, если говорить про разновидности экономик, наверное, все-таки надо какие-то конкретные историко-эгородические примеры приводить, потому что какие-то события в ЮАР, в Российской Федерации, в Индии и в Североамериканских Штатах, они, наверное, разные фазы развития. Это все ниже уровня обсуждения, то есть это без разницы в данном случае. Вам без разницы? Для этой проблемы это без разницы. Мы же не будем сейчас анализировать разные страны. Нет, сейчас, а о чем, блядь, вы сказали, что вот есть разница между этими экономиками, там, креативной и, значит, нет. Да, и просто иностранной. Ну тогда надо как-то, ведь где, вот, допустим, в ЮАР, в Китае или в Российской Федерации, есть ли там это креативное? Да, 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 ЮАР замечательный пример. Вот вам замечательный пример, когда у нас экономика стоит, как в ЮАР, из двух фундаментальных секторов. Во-первых, это была высочайшая экономика с высочайшей культурой, это культура апартеида белых в ЮАР. Это креативная экономия. Лон Маск, который сейчас знаменит, извините, везде, с топливом Тесла, с ракетами Falcon 9 и всем прочим. Он из ЮАР приехал сначала в Канаду, потом в США. Но там, параллельно с ней, существует экономика даже до, мягко говоря, даже нетрадиционной фазы охотников-собирателей. И они, получилось так, что когда помогли скинуть апартеид, да, то там приходили эти самые народы, населяющие Африку, и, скажем, захватывали небоскробы. А нужду свою они куда расправляют в этих небоскробых, в которых живут? А в шахту лифта. В ЮАР, в Йоханнисборге, или в Кейп Тауне, там таких домов много. То есть, с одной стороны, за колючей проволокой где-то там пытаются выживать остатки их креативной и постиндустриальной экономики белые. И просто на этом есть часть небоскробы, и здание, захваченное черными, которые справляют нужду в лифтах. Это очень замечательный случай. Второй более замечательный случай двойной экономики, это экономика Бразилии. Опять, высочайшая штука, связанная опять с белыми преимуществами. И с другой стороны, у нас существуют условно-негритянские, хотя белых тоже хватает, и метисов, которые находятся тоже на традиционной фазе, большей частью. Но я говорю сейчас о другом противопоставлении, противопоставлении постиндустриальной и креативных экономик. То, что сейчас у нас происходит в России, это борьба постиндустриальной формации, экономики против креативной. Поэтому они с такой ненавистью, с всякой штукой бьются по поводу вот этих самых кряков. Им движет классовая ненависть и ничего другого. Я могу пояснить первый вопрос по поводу занятости. Если человек в постиндустриальном обществе не занят после экстремальной экономики, он выпадает из-под влияния вот этих юристов. Да. Поэтому ему нужно в любом случае хоть пособием, но прикрепить. Или хоть дать ему хоть что-нибудь, чтобы он был где-то учтен, что-то получал, где-то расписывался. И у него были какие-то права, которые нужно было бы защищать. Или он сам будет защищать от кого-то. То есть именно вот занятость, это необходимое условие. 100% занятость населения, это необходимое условие постиндустриального общества. Но это, наверное, вы имеете в виду все-таки не занятость. Вот, честно, по занятости имели трудовую занятость, прежде всего. Ну, любую занятость. А, так сказать, вот занятость в том плане, что это вы состоите там на учете государства, как инвалид или как... Именно пытаются обеспечить определенного рода занятость. Занятость, она какая-то? Не обязательно это инвалид или что-либо еще. Это может быть идутая занятость. Вот, например, по-моему, у Станислава Лема есть замечательный рассказ, где наши ребята прилетают на какую-то планету. И они видят странную штуку. Стоят целые заводы. Вначале они начинают создавать какой-то продукт, что-то такое. Делают, делают, идут дальше по конвейеру. А дальше стоит машина, которая этот продукт уничтожает. Отходы и переработки опять идут и такая. И такая замечательная экономика. А безработица, вот именно пособие, это как бы занятость с минусом. Нет, я имею в виду, что автор рассказывает, что не то, что вы имеете в виду, а вот то, что... Вы предполагаете, что я сижу здесь ступой, ничего не понимаю, не могу пояснить. Я вам поясняю, зачем вы какие-то крайнести сами себя оскорбляете. А можно вопрос? Мне как-то странно, как-то финансовый сектор вообще считается, что именно он как раз правит. А теперь получается, что даже не финансовый сектор правит? Да, так и финансовый сектор тоже, потому что... Но финансовый сектор это не юридический сектор? Ну, в этом смысле, отчасти это юридический сектор, потому что все, что ты делаешь, это ты подписываешь определенного рода юридический договор с определенного рода организацией, которая занимается эмиссией. И ты... Как раз финансовый сектор это и есть, это эмиссионный сектор. Да. Тот, кто управляет деньгами, управляет экономикой. Да, конечно. А юристы это просто как бы обслуживающие. Ну, здесь вообще нужно понять юрист. В смысле вот конкретно? Я же тебе сказал, что экономисты, юристы и менеджеры, я же перечислил. Просто нынешняя ситуация с переследованием согласен. Нынешняя ситуация в Западной Европе, это действительно ситуация взбесившегося права. Это ситуация отвязных финансовых институтов, которые непонятно чем занимаются уже. С одной стороны, то есть они вместо того, чтобы 2008 год показал, что они вместо того, чтобы торговать рисками, то есть защищать экономику от рисков, да, вместо этого они начали эти риски производить и перекладывать их на все общество. Вот. С одной стороны. Экономисты, так называемые менеджеры, когда, ну вы понимаете, с менеджером с ним происходит следующее. Ну, продаю я какой-то товар, произвожу один и тот же самый товар. И все это начинает очень... Но этот товар надо продвинуть. Это ситуация, надо до этого каких-то вещей. Есть люди, которые также борются за внимание потребителя. И вместо того, чтобы эта экономика была бы эффективной, то есть она производила хоть что-то новое, это все начинает быть известна детскую игру, в которой мы риском садики играли. Когда у тебя стоит три стула, и вокруг бегают четверо детей. Потом по ходу ведущего, они все должны сидеть на стуле, потом стул один, а детей двое. И вот наша экономика менеджмента на сегодняшний день, она начинает быть похожа вот на эту самую игру в стуле. Тоже опять пример переследия, я приводил свои другие примеры, если помните раньше. Вот это и такова. И у тебя в результате возникает, ну условно говоря, три паразитарных контура экономики. Вот это информационное сопротивление, менеджерский контур. У тебя финансовый контур. И самое главное, вот эта юридическая проблема, ситуация сбесившегося права. Как правильно совершенно Дмитрий Косой цитирует, цитировано у нас на сайте, что высшая форма беззакония, это и есть постоянное применение права. Дело в том, что в настоящей нормальной ситуации право применяется только в исключительных случаях. Мы знаем в России, Россия очень хороша, своими системами, своими организациями, две выдающиеся примеры, когда люди жили на общественном договоре, вне правовой ситуации. Они были очень эффективны. Первое, это община старообрядцев 19 века, когда было просто западло обращаться к государственным структурам, каким-либо еще. И на фоне личных сообщений, личных договоренностей, она работала каким-то образом. Самое удивительное, что в этой системе уровень транзакционных издержек был настолько низок, что в известном смысле у нас главные купцы в России в тот момент и промышленники были все старообрядцы. А почему? Да потому что они вышли из-под контроля вот этого самого. То есть фон их договоренностей как таковой оказался, эти издержки, гораздо ниже, чем были у людей, которые работали в юридическом пространстве. Это очень интересно. Второй пример, который у нас существует, это понятие уголовной среды, сформировавшейся в 50-е, 60-е годы. Это опять система, работающая по понятиям, работающая вне права определенного рода договоров. В известном смысле она тоже гарантирует, она сама по себе обслуживает такой специфический сектор экономики, что трудно говорить об его каком-то роде успехе. Но тем не менее она по крайней мере эффективна, потому что большое количество сидевших, совершенно добровольно, этим понятиям следует. Ну потому что вот она эффективна вот так. Вот. И вот все, вот эта совокупность этих трех паразитарных контуров, я и называю, и плюс четвертое, это вытеснение значительного части населения, структуру неособирательства какого-то. Это надо расшифровать, я просто с этим еще просто не работал, это недавно мне пришло в голову. Поэтому все, что сейчас и происходит, я считаю, это не какие-то обиды 400 человек, как думает Невзоров или кто-либо еще. Это реально классовая борьба. Классовая борьба, сформировавшаяся в России постиндустриальной экономике. А помните, что говорил Чубайс, что экономики, что России суждено постиндустриальное будущее. И вот это постиндустриальное будущее наступило. Чтобы завести какой-нибудь счет в банке, ты должен заполнить 10-15 бумажек каких-то и под них подписаться. И тебя будут там пытаться просчетить, что тебе закрыть, где это что-то еще такое сделать. И ты попытаешься биткоин оплатить, и скажут тебе, ты нет, ты террорист. Биткоин – это террористический инструмент. Вот еще возникает одна вещь, и это связано с понятием структура. Вот любая структура, она должна иметь какие-то определенные правила, по которым она живет. Если она не будет этих правил иметь, то просто структуры не будет. Общество, где вот эти законы, как бы они нам не нравились, эти юристы, как бы они тоже не считались по результатам, они создают эту структуру. Это контуры, как правила игры. Я как раз на эту тему хотел сказать тебе было. Значит, структура, скажем, индустриального общества создавалась движением товаров. Вот движение товаров – это те вот нити связывающие, а право, через претенция и финансовые элементы обеспечивали только. Направляли, согласовывали. А в современном этапе получилось так, что они стали самодостаточными. Движение документов и движение финансов стали именно самой структурой. Они не обеспечивают движение товаров, а сами себя обеспечивают. То есть все правильно, это и есть структура. Структура современной экономики, современного общества создается движением юридических документов и движением финансовых капиталов, которые уже не привязаны к товарам. И на этом все держится. И они вот за счет этого движения переплетения, это и есть автоструктура. И они сами себя контролируют. То есть если они перестанут издавать постоянно новые законы для того, чтобы контролировать движение существующих законов. Если я, самое главное, перестанут издавать новые вихри, бумага. Да, вихри, бумага, то есть уже не товар, не движение товара. Я-то к чему-то хотел сказать. Я хотел сказать, что вот даже на примере биологии можно посмотреть, что если какая-то структура вдруг образовалась, да, вот видит костная структура какая-нибудь, да, то она потом никуда не исчезает. И его как бы атеизм, как бы, да, если она вдруг перестала быть нужной, все равно сохраняется. То есть на самом деле общество и эволюция движется тем способом, что не структуру разрушает, а что на основе тех структур, которые уже есть, создает новые структуры. Да, все правильно. И вот эта современная структура, пустая якобы движение финансовых капиталов и документооборота, она создает новую структуру, на основе этой структуры, скажем, информационную структуру. То есть если очистить финансовые движения и документооборот от их содержания, привязанного к прошлому, к индустриальному обществу, ты получишь чисто новую структуру информационного общества. Все правильно, на этом будет создано. Но сейчас, сейчас, это тормозит. Сейчас оно становится самодостаточным и самосъедающим. И когда возникает коллизия? Коллизия какая возникает? То есть приятный предлагает структуру всю уничтожить, как она? Нет, не предлагает. Что предлагается-то? Очистить эту структуру от ненужного потока. Ну почему? Была же, например, у тебя ситуация абсолютистского государства, или, например, Священная Римская империя, основанная на цехах. У тебя самое главное в человеке было то, что какому цеху он принадлежит. Тогда неважно было, кто он там, мастер, подмастер или магистра цеха или кто-либо еще. Вот она была. Она регулировала цены на товары, она регулировала цены на сырье, сколько человеку работать, что-то воспроизводить. Это была костная опять структура. Но когда у тебя появилось современное индустриальное промышленное производство, цеховая ситуация была разрушена. В связи с этим это привело к гражданской войне, так называемой 30-летней войне, проходящей в конце 17 века. И она была разрушена. После этого появилась вот эта самая индустриальная структура, основанная на капиталисте и наемных рабочих. Которая была другая. Почему? Вот она была разрушена. Нет, это как бы мне надо путать производственные какие-то структуры, структуры общества, которые устроены тем способом, что люди как-то взаимно соотносятся, как-то соорганизовали. Вот я тебе... ...портузионам, там, что-то дворов и прочее. Я тебе привожу... Не зависимо от того, на каком уровне находятся, феодал или там, или буржуа, или какой-то там, послеиндустриалист, если так можно сказать, да, они все равно на основе одних и тех же договоров договариваются. Смысл договора никуда не исчезает. Меняются формы производственные, да, там, общественные договоры... Да, договор, скажем, мой договор с вами, там, мой с Игорем, между собой. Но те движения финансового капитала не имеют никакого отношения именно к структуре общества уже. Почему? Это не является договором между мной и кем-то. Это, вот, самодостаточное движение там, оно в какой-то степени, в нижней своей части обеспечивает функционирование, скажем, предприятий, да. Но там оно существует совершенно независимо от договоренности моей конкретной, вот моей договоренности с кем-то. Ну, да. Но вот еще опять ситуация Великой Французской революции. У нас было абсолютистское государство, это была совершенно понятная структура. У нас было признаваемо всем право аристократов на что-либо там еще, на большие были права аристократов. Они благополучно были снесены в Великой Французской революции под лозунгом «Свобода, равенство и братство». Но возникла новая структура. Нет, Игорь, ты просто, я говорю не про ту структуру, которая сменяется, а про ту структуру, которая всегда сохраняется. И юристы были и в древнем обществе они были, и в современном обществе одни и те же юристы, и одни и те же люди, которые знали законы, которые обеспечивали договора, которые просто, если надо было их как-то так давать… Ну, расскажи, хорошо, вот российский капитализм и середина 19 века. Какие у старообрядцев юристы? Почему здесь вообще старообрядцы? Я не понимаю. Этот пример вообще какой-то странный. Есть старообрядцы? Ну вот опять, повтори, опять, это значит ситуация национальных диаспор на рынке России 90-х годов. Азербайджанцев или какого-либо еще. Ну, в каком-то смысле у них юристы, конечно, есть, но вопрос о них решался по-другому. И у них, почему они в определенной сфере экономики были так эффективны? Да потому что они полностью были вне юридического поля государства. Это решалось как-то на другом уровне, на уровне понятий. Подозреви, я тебя не уверяю, на самом деле. Сейчас возникали разборки, убийства… Между различными этими… Сейчас, любая экономика настоящая, она точно так же на уровне понятий. Вот, пожалуйста, последние суды в Англии проходили, где мы поняли, как они решали огромные вопросы на передаче денег, на каких-то там салфетках писали договора. Все, всегда действует так, ничего не меняется. И они, в общем, понимают как бы пафоса, да, потому что, на самом деле, поскольку есть функция обеспечения договоров, поскольку есть и юристы, а не наоборот. Может быть, я согласен с вами, что, как бы, эта функция теперь гипертрофирована. Может. Ну, вот об этом только и речь. То, что они исчезли, никто не говорит. Ну, господа, ну, была же важная функция, которую военный класс общества осуществлял – аристократы. Ну, и где они сейчас? Нет этой функции. А сейчас, наверное, у нас эта функция заменилась, как они теперь называются там? Ну, вот и так и эта функция заменилась. Не знаю, какая там там. Элита. Элита теперь это называется. Раньше аристократ – это право крови, сейчас элита – это право денег. Вот она и заменилась. Она вот и заменилась. Ну, суть-то все равно осталась. Суть осталась. И сейчас заменится интеллектуальный класс, станет элитой, ну, скажем, на новом этапе. Я не понимаю, в чем проблема. Действительно, что, Игорь Адмитович, это гипертрофированная система, то есть обеспечивающая сама себя в основном-то. То есть юристы не обеспечивают работу предприятий. То есть они, с одной стороны, юридическая система создала трудности, которые юристы на предприятиях пытаются разрешить. То есть цель юридической системы в постиндустриальном обществе не обеспечить производство, а как бы обеспечить свое существование. Сначала наиздавать столько законов, а потом кучи других юристов преодолевать эти законы. Вы знаете, мне просто даже как-то я не могу это слушать. Ну хорошо, не слушайте. Вы просто говорите то, что человечество, значит, занимается тем, что само себе создает сложность. Конечно. Да, но так всю жизнь и было. Нет, ну извините меня, просто у вас нарушение здравого смысла, что человек ищет наиболее легкий путь. А мы же говорим не о человеке. Можно я это говорю? Я вас дослушал и не перебиваю. Мне это даже было сложно дослушать вас. То есть, наверное же, надо как-то исходить более здравого смысла. Что если, допустим, сейчас вы считаете, вот почему я сослался в какой-то конкретный пример. Если вы говорите в Российской Федерации, допустим, сейчас переизбыток юристов, то давайте говорите так. Да не переизбыток. Сам, сам, сам. Если, значит, в США, там совсем другое надо конкретно говорить. Понимаете? Это очень важно. Прибавочный продукт, то есть лодки, жены, меха, должны быть просто уничтожены. Либо подарены, либо уничтожены. Вот. Такова она ситуация. Как этот потолочный сегодняшний день реализуется? Можно строить церкви. Это совершенно ни при чем. А создается некий класс, который утилизирует этот прибавочный продукт. Это работа, она совершенна. Ведь очень просто сделать какое-нибудь простое налоговое законодательство, да? Например, платить вместо НДС, а с трудно-информативной штукой, налог с оборота. Можно? Можно. Но это не будет сделано. Почему? Потому что народ должен быть занят. И люди будут каким-то образом задействованы. У меня-то пафос, она состоит в следующем, что как раз, что я вот, не знаю, нигде этого не читал. Я пытаюсь эту креативную экономику как бы будущего, современной постностранной экономикой различить. Сказать, что это разные вещи. Я хочу сказать, что сущность классовой борьбы, современного этапа, которую наша Государственная Дума так хорошо воплощает, это как раз борьба вот этой авангарда постностранной экономики против нарождающего креативного класса. Та страна, в которой постиндустриальная экономика вот эта вся, экономика подлочила вот такая, вот такая, с золотыми батонами, яхтами, миллиардными гонорарами юристам и экономистам, в первую очередь, ведь биткоин-то чем интереснее? Потому что он жутко позволяет снижать издержки. Это, когда, та страна, которая победит, она, согласно закону, открытую Владимиром Ильичем Лениным, по поводу неравномерности развития капитализма в различных странах, та, она и победит в будущей экономике. У нас это приняло такие гипертрофированные формы. То есть, у нас вот эта деятельность Госдумы на сегодняшний день, запретная, она ни в коем случае не является выражением каких-то частных процессов, каких-либо еще. То есть, не политических, не этических, а именно глобально-экономических. Да, это глобально-экономические попытки, это борьба креативной экономики, которая бежит постоянно. Вот, вот, научились скрываться от всей этой штуки. Вот, как жила экономика старообразцев в небо Российской империи, была эффективна. И точно сейчас существует вот эта экономика современная, экономика знаний или как-то еще, которая весьма эффективна и которая находится внутри вот этой самой позициональной экономики. И постициональная экономика на нее производит определенного рода атаки. Вот она, вот все эти современные запреты российские. По поводу креативной экономики, да, пару слов сказать. Вот, допустим, мы берем любое вот устройство, допустим, возьмем там смартфон. Да. И вот мы видим постоянное требование обновления этих смартфонов, да. Как будто бы якобы уходит вот новая модель, она там является там новым, ну, новым шагом в прогрессе, да. Там что-то как будто бы там добавлено, что-то такое новое, какое-то креативное, да, там ранее невиданное. А потом, когда ты просто сравниваешь, да, вот эти характеристики, то там вдруг выясняется, что там чуть-чуть прибавили скорость процесса, чуть-чуть добавили памяти, чуть-чуть увеличили. Это, допустим, камера, там было 5 мега, если стало 8, там чуть-чуть увеличили там размер экрана. То есть ничего не происходит. Твоя креативная экономика, на самом деле, она не работает. А это не креативная, это как раз постиндустриальная. Это сугубо постиндустриальная экономика и один из способов уничтожения избыточного продукта. Да, конечно. Это уничтожение даже без потребления. То есть ты покупаешь часть продукта, не потребляешь его до конца, или вообще не потребляешь, и выбрасываешь благостный на помойку. Это тот же, как выбрасывали чай в океан, и вот это. Да, креативная экономика какая-то. А, креативная экономика. Это, во-первых, потребление не вещей, а функций. То есть вот если вот так глобальную вывеску сделать, то есть до сих пор и индустриальная и постиндустриальная экономика основана на потреблении вещей. Да. И смене одних вещей, и ротации вещей. И именно благодаря тому, что происходит ротация вещей, происходит уничтожение избыточного продукта. Когда ты будешь потреблять не вещь, а функцию нужную, а уже к этому близиться, это будет уже креативная экономика. И будет производиться столько функций, сколько нужно. И тебя не будет интересовать этот смартфон, скажем, что мне нужен новый и новый. Зачем тебе? Если он выполняет свою функцию, значит он выполняет свою функцию. И все. Нет, просто тут проблема действительно состоит, когда занятость населения. Дело в том, что если мы будем потреблять функции, то 90% населения Земли и нечего. Да. Так вот, почему кушать-то будет лучше? Да, наоборот. А где они работают? Да, наоборот. Булат. Сейчас, зачем нужно уничтожать такое количество товаров избыточного? Именно для того, что его вот так вот выше головы. То есть сейчас производится в несколько раз, в десятки раз больше, чем нужно для потребления. Допустим, я рассказывал уже. Десятки раз, вы понимаете, надо, если вы там с теми же айфонами, допустим, это да. А если вы с продуктами питания, то это совсем по-другому. И с продуктами питания в первую очередь. Если бы рационально распределить, можно посчитать, сколько на помойку выбрасывается продукт. Да, и самое главное, это органическое топливо совершенно никому не нужно. Это сотни квадратных километров, то есть в Украине, занятые под РАПС. Нафиг они под РАПС сделаны? Это кукуруза, которая производится тоже для этого топлива в Бразилии и США. То есть избыточность современного производства максимальная. То есть у вас, посмотрите, какая ситуация. Для креативной экономики самое главное – свободное рабочее время, свободное личное время. Это ее главная валюта. Не деньги какие-то еще. Это простоественная экономика – главные деньги. А там свободное время. То есть эти люди. Поэтому для свободной экономики, для нее было бы разумным, это, скажем, 10-часовая рабочая неделя. То есть можно было бы пойти по пути 10-часовой рабочей недели. И опыт показывает, что она должна быть еще меньше. Но вместо этого мы делаем 8-часовую рабочую неделю. Но при этом мы производим 8-часовой рабочий день. При этом производим командное количество продуктов. Вот недавно на фишках выкладывали уникальная фотография. Ну, там 20 или 30 фоток всевозможных мест, где складируют новые автомобили, которые будут потом уничтожены. Ну, Ситроеновские, допустим. Им проще производить автомобили. И потом они год отстоят, пройдут в негодность и их уничтожают. И вот эти десятки квадратных километров, забитые новыми автомобилями, которые никогда не будут куплены и пойдут на свалку. Нет, десятки квадратных километров – это уже… Десятки квадратных километров. Могу показать эту штуку на фишках. Фотки, аэрофотосъемки. У нас здесь есть очень большое такое место скопления автомобилей. Это бывший аэропорт Ржевки. Там стоит несколько десятков тысяч автомобилей на сегодняшний день. Которые тоже никогда не будут куплены. Вот это удивительная вещь. Ведь еще хочу заметить. Человека ведь можно сдействовать по-другому. Например, через, постоянно говорю, врачи-учителя, учителя и врачи. То есть образовательная функция и функция здравоохранения, она, грубо говоря, может съесть очень много избыточного рабочей силы. Но она не нужна, потому что на сегодняшний день в экономике она подавлена. А вот эта странная ситуация, вместо того, чтобы воспроизводить вздор автомобилей, айфоны, вот эти, каждый раз их обновлять, что-либо еще. Человечество могло двинуться по-другому совершенно пути. Это когда у тебя много, так называемого, досуга, которые ты тратишь с определенного рода пользой для себя. Про досуг, опять же, да. Начнем с того, что наше общество, на самом деле, есть действительно общество, прежде всего, рассеивание человеческого времени. Потому что, начиная со школы, да, где, на самом деле, которые во многом предназначены для того, чтобы занять детей. Чтобы они на улицах не шлялись, чтобы они там непонятно еще не занимались. И кончая тем, что, действительно, многие производства, они просто рассчитывают на то, что человек должен от зари до зари до вечера достоять, а потом, чтобы он уже устал, и чтобы у него оставалось времени, чтобы чуть-чуть телевизор посмотреть. А если вы имеете в свободное время, то его нужно в постэндустриальном обществе занять так, чтобы еще и уничтожить человека. То есть и горный бизнес, туристический бизнес, массовая культура. Да, ну просто проблема-то в чем состоит? Не получается ли так, что эта система создана потому, что люди друг друга боятся? То, что у нас, на самом деле, общество, как бы, это человек-человек-уволк, да? Ну это российское общество? Нет, это не только российское общество. Это, в принципе, чтобы бояться освободить человека. Вот бояться ему дать досуд, потому что, на самом деле... Сидит и решает, что да, вот бояться можно... Нет-нет, это никто не решает. Да, что может привести просто к креативной экономике? Нет, досуд может привести к креативной экономике, а может привести к... А потом ее закапывать, потом снова копать. И так далее. Вот такая ситуация, она и есть. Утилизация рабочего времени и прибавочного продукта. Вот так осуществляется послеиндустриальной экономики. Это действительно право. То есть ты, с одной стороны, человек должен пособить творчеству или какой-нибудь... Да, да, да. Должен специальный человек быть. Да, его надо подготовить, этого человека. А, как известно, 5% только населить, по-моему, 5% является способностью к какой-то креативной деятельности. Ну, это неизвестно. Нет, на самом деле, я где-то слышу, какие-то есть цифры статистические, что только 5%. Неизвестно. Да лучше пусть он в туристические поездки. Могут будет заниматься предпринимательством, заниматься... Нет, это... Лидеров. Ну, то есть это... Тебе не надо лидеров, когда у тебя есть свободное время, ты пиши себе стихи тебе. Это ты так думаешь, а другой будет начнет пить, начнет непонятно чем заниматься. Ну, пускай. Потому что он воспитан так, наша школа воспитана. Нет, ну, мы же говорим, ну, конечно, воспитан, да. Да, воспитан, воспитан. Воспитан, воспитан. И вот эта ситуация, действительно, с ней надо каким-то образом разбираться. Он же может и другим вопросами заниматься, он может быть с палаткой в лес ходить, блин. Ну, надо понимать, что главная валюта креативной экономики – это свободное время. Игорь, вот тебе не кажется это странным? Потому что можно было бы вообще вот прямо с сегодняшнего мгновения установить коммунизм. В целом, если человечество так много зарабатывает и так много производит, что просто объявить коммунизм и все. Но почему-то это не случается. А поэтому не случается, потому что проблема в большей степени политическая и организационная, чем экономическая. Экономически, да, сейчас мы… Ну, хотя экономически тоже еще не налажено производство настолько, чтобы перейти. А мне кажется, тут проблема в природе человека. Мне кажется, что человек объявил, что он все равно захочет выйти в средние века. Можно было тоже сказать, что природе человека не свойственно работать за станком, и они действительно ломали станки. И каждый переход к новой эпохе меняет человека и делает его совершенно другим. Установятся другие ценности и другое поведение. Я не думаю, что это важно. Я к тому веду, что проблема не зла, на самом деле. Она же… Если бы люди были бы изначально от природы добры и могли друг с другом как-то договориться… Ничего бы не изменилось. То мы могли бы давно уже кому-то… Нет, мы не можем договориться, на самом деле. Вопрос сугубо экономический. У нас тоже многие договариваются. Вот у нас простая штука. Вот была, ты этот любишь пример. Обочники, так называемые. Чуваки, которые все стоят в пробке, честно, да? Они вылезают на обочину, объезжают эту пробку и там куда-то встраиваются. Вот общественный договор, в более-менее разном случае, это очень просто сделать с какого-то момента. Что будет деятельность вот этих обочников, она будет некрасивой. Потому что они залезают перед другим человеком в очереди. Ну, как-то вот так. Это же тоже общественный договор. Он не требует закона. Ты можешь пытаться его регулировать по помощи закона, горишника с палочкой еще. Но на самом деле, вот как в Архангельских турбилистах решили на один прекрасный момент, что они все будут пропускать пешеходов, и они их пропускают. А в Петербурге не решили. Ну, тут еще, на самом деле, как бы, если с другой стороны заходить, есть еще проблема управления. Вот есть некого рода вот соотношение управления и производства. Есть и производство, оно постоянно генерирует что-то, да, какие-то блага там, материальные и прочее. А есть как бы управление, каким способом эти блага распределять, что с ними делать, что производить, что не производить и прочее. Вот эти вот две функции, они должны, конечно, быть в какой-то гармонии. Иногда какая-то функция, как функция управления, может там гипертрофированно развиться и подавлять производство. Но тогда, на самом деле, и страдают же все в этом случае, да? Потому что эти функции должны быть в балансе. Можно оборудовать, что производство будет гипертрофировано, будет гипертрофировано. Повторю фразу из Финитоля истории. То есть экономика – это совмещение двух актов производства и потребления. Сейчас, сейчас все движется к тому, что эти два акта будут совмещены. То есть управление, скажем, вот эту маечку твою, которую, да, можно произвести за несколько минут по твоему заказу. И ты еще там вот привисуешь что-нибудь. И все больше и больше товаров с внедрением автоматизации 3D-принтеров. То есть производство, производство максимально приближается к потребителю. И на это само производство требуется только заказ. Лишнее вот тут управление, вот такого финансово-экономического просчета, в скором будущем оно просто рухнет по чисто техническим причинам. Не, ну есть же у нас же, откуда берется общество, зачем оно нужно? У нас есть социально, там есть дети, есть сироты, там есть дороги, да, там что-то. И много киевых как-то… Часть людей, которые на самом деле не производят ничего, они просто… И не нужно ничего производить. Не нужно, да. Не нужно производить. Вот Юлия Латынина… Малоги зачем собирается? Чтобы вот их обеспечить, обеспечить структуру государства. Нет, дело в том, что да, заведенная структура государства, которую она… Мы ее не можем остановить и реорганизовать методом вот так просто. Сейчас проголосовали в Думе, давайте со завтрашнего дня будем по-другому. Оно так заведено. И вот как раз Игорь начал, что заведено таким образом, что оно там вот крутится и защищает само себя. А это правда. Вот. И мы не можем это… А вот как это разрушится, неизвестно. Это не… Блокими пожеланиями здесь никак. Да. Но видно, что вот есть современное общество, есть возможность организации какого-то общества, что даже не только там на уровне социальном каком-то организации, там мы добрые будем относиться друг к другу, а чисто вот промышленно, ну производственно, возможно, по-другому, и управленческие по-другому. Но как переход между ними, ну как всегда он идет через какие-то кризисы. Вот Юлия Латынина, которая у нас является произнесением дикого постиндустриального капитализма, она, например, возмущается. По-моему, то ли в дальней, да, в дальней, по-моему, нашла какую-то женщину, у которой четверо детей, которая никогда не работала. Жила всегда на пособии. Она возмущается. А как так? Четверо детей, она никогда не работала, жила на пособии. За то, что у нее четверо детей, и она их воспроизводит и воспитывает даже на государственные деньги, это было гораздо лучше, чем она где-нибудь там мыла полы или что-либо, или занималась какой-нибудь бессмысленной юридической штукой по штампованию этих вещей. Вот еще другой красивый пример. Есть такой замечательный публицист современный. Виктор Мараховский, шеф-редактор журнала «Однако». Он же раньше был известен под именем Абрам Борислав Покой. Это у него псевдоним был такой. Вот. Он описывает вот те наши самые знаменитые фильмы, которые получили такой большой сброс. Это «Голодные игры» про девочку, которая борется против всего мира. И он, в самом деле, описывает эту ситуацию следующим образом, совершенно правильно. Что, действительно, у нас в 50-60-е годы семья, много детей американской. Мужчина работает, женщина не работает. Находятся на его живении, растят детей. Отдельный дом в пригороде, свой автомобиль. А теперь, вместо сокращения рабочего дня, мы имеем увеличение. Мы имеем то, что на нем все меньше и меньше продуктов. В результате семья не выдерживает экономических и психологических нагрузок. Что, по всей видимости, этой девочке предстоит растить собственного единственного ребенка. Сугубо самостоятельно. И тяжело бороться за свое существование. Что и показано на примере замечательной героини, которая существует в фильме «Голодные игры» и всех прочих. Отсюда успех подобного рода мероприятия. Вот такой еще есть аспект художественный. Но это надо твердо-твердо понимать, что нынешняя постиндустриальная экономика, казалось бы, в 50-60-х годах все вот так вырастет. Мгновенно. И чувствительно человек будет работать очень мало, а во все остальное время будет расти детей, заниматься чем-либо еще. А вместо этого возникла вот такая ситуация уничтожения прибавочной стоимости. Ситуация потлача. Посредством паразитарных юридически-экономических процедур. Продолжение следует.